Наверное, изначально было понятно, что сегодняшний матч получится для нас очень трудным, учитывая и физическую форму нашего соперника, и то, что по поводу сыгранности у них все гораздо лучше, потому что уже скоро у них начинается чемпионат. Это так и должно было быть. Я думаю, что только в таких матчах ты можешь увидеть такие основные проблемы, какие существуют, над чем надо работать и куда двигаться. Плюс, где еще набираться опыта, где набивать шишки, как не в таких матчах. По мне, эта игра назначительно полезней, чем любая другая со слабым соперником, где выиграли бы, ну а дальше что. Поэтому я очень доволен спаррингом, плюс ребята посмотрели, к чему надо стремиться. И Динава мне реально понравилась, и я вспоминаю матч, который был два года назад. И сегодняшний это две другие команды. То есть правильно я понимаю то, что вот на ближайшие два матча именно задача посмотреть на ошибки ребят? Конечно. Набить шишки, все. Мы готовимся к чемпионату, мы готовимся к БТ. Это для меня важный матч. А сейчас я посмотрел тех же новичков, посмотрел их хорошие стороны, слабые стороны. А где ты их увидишь? На тренировках это не всегда видно, потому что ты тренируешься каждый день, одни и те же требования. А вот такие матчи. И Динамо на хорошем ходу. Я уверен, что у них не будет проблем по чемпионату, потому что команда организована, очень компактно играет. И они очень хорошо ловили нас именно на быстрых контратаках. Я думаю, что это их будет именно конек в чемпионате России. Ну и нам, конечно, стоит тоже иметь на вооружении, что мы не должны раскрываться. Даже атакуя, мы не должны раскрывать зоны, особенно центральные, по которым Динамо очень быстро выбегало в атаку. Приболел Динга, уехал в сборную Багр и Швецов. Сейчас, наверное, линия защиты – это самое проблемное, учитывая кадровый дефицит. Это сейчас. Мне важно, что будет чемпионат. И то мастерство, что я видел у Динга, даже в этих матчах, оно меня вполне устраивает. Мне было больше, важнее было посмотреть за Михаилом. И вполне меня устраивает его игра головой. Понятно, что молодые ребята рядом с ним играли. И по большому счету я остался доволен и игрой Родионова, и игрой Халит. Но вопрос в чем? Нужна все равно спортивная злость. Еще более… Родионов хорошо шел, хорошо входил, хорошо выигрывал единоборство. А потом идет и извиняется. За что? Там, где не было фала. Просто спорт – это… Они должны увидеть, что именно большой спорт именно отличает это люди, которые хотят побеждать. Такого в чемпионате Беларусь такого давления у них нет. И это плохо. А где расти молодым ребятам? Мало сегодня что у нас получалось в атаке. С чем это можете связать? Да я не сказал, что отходы были неплохие. То есть мы неплохо фрагментами выходили, но дальше не было продолжения. Понятно, что там играл неоптимальный состав, неоптимальные кондиции, еще что-то. Но присутствует спешка. Но это опять же мастерство. Поэтому я бы не сказал, что… По мне я говорю, что очень хорошо сыграл Динамо, очень агрессивно, очень злото. И приятное впечатление оставили. Заменили Лошкина, у него повреждения? Да. Опять же. Почему повреждения? Когда ты идешь в единоборство, если ты немножко расслаблен, то ты получаешь или травму, что все закономерно. Если ты жестко входишь, жестко ставишь, никогда травмы не будет. Поэтому пускай учится на своих ошибках. И не менее серьезный матч у нас будет завтра. Как, ребята, успеют восстановиться? Главное, чтобы голова восстановилась. Психологически восстановится, проблем не будет. Выполнять, терпеть главное. Ждать своего момента, но не раскрываться. То, что мы сделали в этой игре, это хороший урок для нас. Нельзя играть просто в футбол, в легкий футбол. Футбол – это любит терпеливых, любит кто терпит, тот достигает результат. Мы сегодня именно в этом и проиграли. Все голы были практически после наших ошибок. Причем детских ошибок. Поэтому это хороший урок. Лучше учиться в товарищеских матчах, чем в чемпионате.